Андрей Игоревич, позвольте вам представить нашу гостью, Анна Ивановская, тренер по ораторскому искусству. Здесь надо задуматься. Между прочим, сейчас нам сделают замечание. Здравствуйте, уважаемая Анна. По технике речи и ораторскому искусству. А это не одно и то же? Это разные вещи. А расскажите, в чем разница? Что такое техника речи? Техника речи – это дикция и постановка голоса. Как вам, кстати, наше? Ничего, в принципе. Прислушиваюсь. Нормально? Зачем ты спросила? Мы могли до этого жить неведенье, и все было бы хорошо. Ораторское искусство – это публичное выступление, это язык тела, это самопрезентация, это работа с аудиторией, это ответы на неудобные вопросы. То есть техника речи отвечает на вопрос, как я говорю, а ораторское искусство – что? Проанализируйте наши, так сказать, позы. Верни назад все, как было. Я в закрытой ситуации. Объявите позы. Что именно вы хотите проанализировать? Я вот не знаю, что можно проанализировать, взгляда на нас. Как вы сидите? Вы знаете, поза всегда зависит от того места, где вы находитесь. То есть в одной и той же позе можно сидеть и в баре. Если в темном переулке, то так это нормально. Это замечательная вообще, самая лучшая поза для темных переулков. Если брать нормы этикета, то, например, в деловой коммуникации, да, нежелательно сидеть. Ну, вы же сейчас специально так сели, вы же до этого по-другому сидели. Так. Да. Вот. Поэтому с точки зрения вас, ну, если вы по-настоящему будете так сидеть, конечно, это не самая лучшая поза для переговоров. Да. Вот это, да? Да. Ой, свинство. Вот эта поза, да, она считается... Ну, то есть понятно, что это поза переговорная и для мужского темперамента... Кстати, не скажи, что это сильно удобно им почувствовать. Это поза доминирующая. А, да? Да. То есть, допустим, у меня однажды... Да, на индивидуальном обучении учился юноша, он из Америки. И он вот именно так, то есть для него это нормально вот так сидеть, да. Нормально. Вот, но потом как-то он, видимо, посидел немножко, потом подумал, не, наверное, не стоит так сидеть передами. В шоу-то пришел. Да. С точки зрения женщины, эта поза хороша, но я не вижу, к сожалению, за пуфиком, что находится, да. Но если... Нет, я понимаю, если вы хотите сидеть в такой позе... Ну вот давайте я сейчас со своими бесконечными ногами сяду здесь. С какой позой, что она сказала? Да, бить захотела. Нет, просто я в этой позе никогда не сижу в туфлях на каблуках, потому что эта поза считается очень эротичной. То есть, посмотрите, насколько у меня сильно загнулась ёбка вверх, да, и насколько... Ну, это я сейчас села как нужно. Нет, просто это у кого длинные ноги, а у кого, в принципе, нормальные... Да нет, тут дело... Среднестатистические ноги. Тут дело абсолютно не в ногах, а в том, что есть некоторые точки, которые, ну, скажем, отключают мужчин от логического и переключают на эмоциональные. Я пока держусь, чтобы вы знаете, просто ситуация пока в порядке. Это колени. Если особенно девушка начинает проветривать туфельку, это вообще сводит мужчин с ума, потому что женский подъем... А если я буду тут поправить, то как вам удержитесь поправить любой кет? Да, мы постараемся удержаться. Вот, поэтому вот эту позу в деловом общении я никогда не использую, потому что я, ну, например, находясь на переговорах... Я всё знаю о своих ногах, да? ...с компанией мужчин, я выбираю путь логического, а не эмоционального, скажем так, давления на мужчину. Да, поэтому я вот так на переговорах сидеть не буду. Но если я в брюках, это позволительно, в принципе? В принципе, да, но, видите, я вот хочу вам, почему стала показывать, то есть нормы этикета допускают на грани возможного поза, чтобы ноги были вот как... вот как вот так сидите, так вот так. Вместе, короче. Да, да. Ножки вместе... То есть желательно, чтобы они там нигде не летают... Ножки вместе туфли вроде, можно и так сказать. Но, в принципе, в деловом общении я такую позу не очень люблю. Мне кажется, это гораздо более как-то... Открытая сексуальность. Вот это? Да. Ну, это же ноги, а куда же мне их деть? Это же ноги, действительно. Куда же мне их деть-то? Отстегнуть надо было, оставить до эфира. Встать дома. Да, прийти, да. Прийти, да. Так, хорошо, если не так, если, допустим, я была бы на каблуках и в юбке, значит, что? Вы знаете, я могу сказать, что даже без каблуков, то есть зачастую, когда у меня тренинги по 5-6 часов, я в таких каблуках не могу стоять. И поэтому я прихожу на плоском ходу, и даже на плоском ходу вот так вот я сижу. То есть эта поза, в принципе, с точки зрения женского этикета... Вы знаете, ну, краситься тоже неудобно с утра, и мыть голову, и делать прическу, да? Очень неудобно. Давайте я вас научу, хотите? О, вы учите. Можете сесть рядом со мной? Я пока займу абсолютно открытую... Открытую позу наблюдать. У нас такой подъем, вы хореографией занимались? Да. Все, они уже подружки, они уже телефонами обещали. Меня вот так никогда в жизни не получают. А вы гимнастка, да? Нет. Я тоже танцевала. Пошла, 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 пошла. Сейчас, я оденусь, подождите, так. А ты у нас гимнастка. Вам куда удобнее, да? Можно в левую сторону, можно в правую. Я вообще не знаю, мне никуда не удобно. Ну, подождите, сейчас, я думаю, что вам сейчас будет удобно. Значит, колени по центру, потом сдвигаем немножечко в сторону. Вот. И ноги вытягиваются. Чем дальше вы вытянете ноги, тем длиннее они будут казаться. Да. И дальше, в принципе, можно сделать вот так. Вот это еще вот куда не шло. Подождите, как я сидела? Я тоже хочу научиться, что вы там... Вот так. Андрей, тебе не надо, тебя не за того вот принят. Нет, я здесь уже. Вот. Зачем это делается? Очень простой с точки зрения логики и рассуждения. Когда я сижу... Вот так? Я уже как будто волной на берег выбросила. Как кита. Если я сижу, и у меня колени прямо, прямо туда на оператора, то видно то, что у меня находится под юбкой. То есть в любом случае из-за натяжения юбки, да, это все видно. Поэтому с точки зрения этикета, чем сидеть вот так вот, не прикрывать, да, мне проще сделать вот эту диагональ и вывести вот этот вот угол в неудобную часть, да. А дальше ноги вытягиваются так, как вам удобно. То есть, смотрите, вот эта попа у меня практически висит. Вот эта попа. На этой попе я сижу. Хорошо, что вы с тобой с ней взяли, так? На всякий случай. Затолкала туда. Вот. И центр тяжести я сношу немножечко вот сюда. И мне, в принципе, я могу так сидеть пять часов. То есть просто тут надо подумать, в какую позу поставить кончики. Смотрите, у меня, видите, у меня сейчас... Кончики. Кончики ног. Кончики ног, да. Это я про стопы хотела. У меня сейчас очень высокий подъем, но если бы я сняла обувь, то у меня было бы... То есть я обычно сижу в той же позе, просто нога находится, ну, вот так, как бы, в данном случае, просто на полу. Вот. Что я вам хочу сказать? Все равно хочется сесть вот так в итоге. Тогда давайте сядем вот так. Вот из всех мучений. Это очень сексуально. Я не знаю, это прям, ну, очень. Ну, давайте я вас тоже сексом поманю. Да? Нравится, девчонки, держитесь там еще. Как обаять незнакомца? Ну, может быть, по работе. По работе. Вы встречаешься по работе с человеком в первый раз, да, и нужно тебе произвести на него благоприятное впечатление. Как это сделать? Это такой обширный вопрос, на него можно отвечать около двух часов. Давайте сузим немножечко вопрос. До двух минут? Нет, судим вопрос более конкретно. Давайте сузим вопрос и глаза вверх, и знали, что скажешь. В рамках какой дисциплины мне отвечать на ваши вопросы? В рамках ораторского искусства, в рамках актерского? Три часа. Есть у вас? Есть время в эфире? Вы там пока сходите, там позавьтесь на работу. Увидимся вечером, мы тут пока начали. То есть, с точки зрения каждой дисциплины, которую я преподаю, есть свои какие-то моменты. С точки зрения голоса, да, голос должен быть более мягким, более приятным. Я это называю сервисом. Когда вы приходите в компанию, и с вами, вне зависимости от того, что вам говорят, с вами говорят очень доброжелательно. Так, как будто вы друг, как будто вы лучший друг, или вообще... Ой, ну с этим тоже так иногда перебирают. Я недавно был об одной такой компанией и находился. И там девушка через каждую. Я понимаю, что это правильно обращаться к человеку по имени, но я сел напротив нее и говорит, а, здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, Андрей. Здравится ли вам, Андрей, как мы сейчас с вами разговариваем? Какой вы, Андрей, Андрей. Я говорю, спасибо большое, но это уже как-то за нами. Да, ну с точки зрения мобильных операторов, я думаю, что у них это просто скрипт, которым нужно, то есть их прослушивают и потом оценивают качество. Поэтому там нужно действительно очень часто называть человека по имени. Кстати, это является вторым секретом, потому что когда я обращаюсь к человеку и знаю, как его зовут, для него имя – это самое ценное, что есть, самое прекрасное сочетание букв, потому что это имя, оно с самого детства принадлежит человеку. И поэтому, когда я говорю по имени, я же могу не чистотой взять употребление имени, а, например, сделать паузу, посмотреть в глаза, улыбнуться, сказать, Анне. Какое вот красивое имя. Девчонки, общайтесь туда дальше. Ну все. Его зовут Андрей, если что. Да я знаю, что. Ой, ой, ой. Это Гомущенко. Вот. Поэтому имя – это второе. Дальше язык тела. Очень многие люди, когда слушают, особенно если, например, ко мне пришли в офис, и я занимаю какую-то должность. Причем неважно, я супер-супер-супер главная или я просто только вступила в пост, многие люди немножко начинают этим злоупотреблять. То есть они, ну, как-то ведут себя, показывая человеку, насколько он ниже по статусу или там по… Вот это вы видите. Ну, в том числе. Ну что, рассказывай дальше. Продолжай, я пока кроссворды почитаю. Поэтому, когда я с точки зрения тела рассказываю, разговариваю с человеком, мне очень важно показать свое расположение к нему. Расположение в чем проявляется? Наклон корпуса. Улыбка. Если не улыбка губами, зубами, да, показывая зубы, то улыбка хотя бы глазами. Еще очень важный момент, он в психологии называется правило пупка. Когда, вот Андрей, вам, вы мужчина видный, мужчина красивый. Спасибо. Хорошо идете. Это пошла какая-то новая хитрость. И вот вы, допустим, приходите куда-то в, ну, какую-нибудь вечеринку, да? Я жду, когда появится пупок. Пупок? Тут появляется пупок. Да, так. Бу-бу-бу. Вы увидели двух очаровательных девушек. Так. И вы общаетесь с двумя. Да. Как можно понять по девушке, выражает она вам симпатию или нет? Хочет она продолжать с вами общаться или нет? Поехали ко мне. То, скорее всего, заинтересованы. Да, вот эти варианты. И вот смотрите, допустим, вот если я сейчас с вами сижу, да? Мой пупок направлен на вас. Боже мой. И в данном случае мне интересно с вами разговаривать. А когда я сижу и говорю, да, да, Андрей, очень интересно, да, да, очень. И сама такая уже. То есть мое тело уже ушло, а голова из приличия еще смотрит на вас, да? Вот так. Вот это нужно запомнить. То есть если вы хотите установить с человеком доверительные отношения, да, то вам нужно в первую очередь увидеть, насколько он сейчас готов, насколько его тело готово вас сейчас воспринимать. Вот, поэтому... Мое тело не готово. Почему же не готово? Очень даже вот Андрей сейчас слушает. Извините. А я здесь. А я-то здесь. Анна видел, когда я переодеваюсь, она имела в виду физическое состояние. Не готово пока тело моё. Анна, спасибо огромное. На самом деле эта тема бесконечная. Мне кажется, надо нам какую-то серию организовать, встречи. Конечно же. Я с удовольствием. Мы все узнаем. Наша новая программа «Посмотрите на меня попком». А в гостях у нас была тренер по ораторскому искусству Анна Ивановская. Игорь Негода. Игорь Негода.